Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. Сегодня я расскажу вам о ходе полевых работ, перспективах цен на пшеницу и подсолнечник, а также некоторых изменениях в господдержке. Жатва в России движется к финалу. Обмолочено уже три четверти посевной площади. Урожай зерна составил 111 миллионов тонн к 10 сентября. Пшеница обмолочена с 85% посевной площади и сбор этой культуры достиг 79,6 миллиона тонн. Такие данные нам дает Минсельхоз России. Мы надеемся, что в регионах не занимаются приписками. Ну, по крайней мере, этим цифрам верят и независимые эксперты. Например, аналитический центр Русагротранс на неделе повысил прогноз по урожаю пшеницы до 82,5 миллиона тонн. Это довольно большой объем зерна. Впрочем, пока аналитики подсчитывают зерно прошлого года, аграрии готовятся к получению урожая уже в новом сезоне. Сев озимых культур завершен почти на 40% прогнозируемой посевной площади. Минсельхоз России рассчитывает, что в этом году озимый клин займет от 18,8 миллиона гектаров до 19 миллиона гектаров. Ну, судить пока сложно. В любом случае, озимый клин займет где-то на полмиллиона гектаров площадь большую, чем в прошлом году. Все осложняется только дефицитом осадков. В ведомстве говорят, что примерно 10% озимого осева пройдет в условиях дефицита влаги. Нам интересно, как обстоят дела в регионах, поэтому, если у вас есть время, напишите, пожалуйста, в комментариях, в каких районах вы ведете хозяйство и как у вас обстоят дела с осадками. Пшеница в последние две недели стала резко дорожать. Мировые цены на эту культуру подтолкнула серия международных тендеров и сдержанное предложение со стороны экспортеров. В прошлом выпуске мы говорили, что Украина и страны ЕС в этом году продадут примерно на 30% меньше зерна, чем в прошлом году. И основным поставщиком пшеницы на мировой рынок остается Россия в нашем регионе евразийском. По данным агентства Refinitiv, закупочные цены на пшеницу к 9 сентября достигли 219 долларов за тонну. Речь идет о пшенице с протеином 12,5%, проданной на условиях ФОП «Новороссийск». Зафиксировал рост и аналитический центр «Русагротранса». Игорь Повенский, его глава, пишет, что в октябре тонна пшеницы с протеином 12,5% будет продаваться по цене 218 долларов за тонну. Годом ранее цена была значительно ниже – всего 185 долларов за тонну. Растут котировки и в глубоководных портах, экспортеры готовы делиться своей прибылью. Так, тонна пшеницы 4 класса в глубоководных портах без НДС стоит 15 тысяч рублей за тонну. Рост составил практически 1000 рублей за неделю. Отмечу, что в прошлом году в это же самое время тонна пшеницы стоила в глубоководных портах всего 11,5 тысяч рублей. Ну и на мелкой воде, конечно, цена тоже растет. Сейчас за тонну пшеницы с протеином 12,5% дают 14 тысяч рублей, тогда как год назад она стоила всего 10 тысяч 700 рублей за тонну. В отличие от пшеницы, урожай подсолнечника в этом году будет достаточно низким. Сейчас культура обмолочена примерно с 10% посевной площади, собрано 1,5 миллиона тонн масла семян, а средняя урожайность составляет 16,4 центнера с гектара. Это где-то на четверть ниже, чем в прошлом году. Аналитический центр Савэкон считает, что Россия соберет 11,8 миллиона тонн масла семян, что практически на 23% меньше, чем в прошлом году. Урожай подсолнечника, по данным Савэкона, будет минимальным за последние три года. Меньше Россия собирала только в 2017 году, тогда сбор составил 10,5 миллиона тонн. Минсельхоз, впрочем, говорит, что никакой трагедии не случится и урожай, который получит страна в этом году, равен средним многолетним значениям. Интересно другое, какую политику будет проводить ведомство в связи с сокращением сбора. В прошлом году урожай подсолнечника был более 15 миллионов тонн. Полтора миллиона тонн аграрии экспортировали, вывезли за рубеж. И при этом переработчики масла семян довольно большую истерику устроили, сказав, что им не хватает сырья. Что будет в этом году неизвестно. Скорее всего, сдерживание экспорта мы все-таки увидим. На днях за повышение экспортной пошлины на подсолнечник до 20 процентов или за полный запрет, что еще лучше высказался замдиректора маслоэстракционного завода Юг Руси Сергей Каменецкий. Он заметил, что таможенная пошлина или запрет нужны для того, чтобы избежать роста цен на подсолнечное масло для населения и избежать роста цен на шрот для животноводства. Каменецкий также отметил, что 85 процентов в структуре себестоимости фасованного подсолнечного масла составляют как раз сырье. Агентство Савэкон пишет, что в связи с неурожаем подсолнечника цена уже достигла 22,5 тысячи рублей за тонну без НДС и в недалекой перспективе может еще вырасти примерно на 20 процентов. Отметим, что Юг Руси, например, готов за тонну маслосемян сегодня, привезенную в Ростов-на-Дону, платить 27 тысяч рублей без НДС, согласно прайс-листу. Всегда стоит иметь в виду, что существует такое понятие, как съем, например, за недостаточную масличность. Минцельхоз с 2022 года собирается отменить субсидии на компенсацию части затрат при строительстве объектов инфраструктуры сельского хозяйства, ну или так называемые капексы. Высвободившиеся от отмены капексов деньги, ведомство хочет направить на льготное кредитование. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объяснил, что эффективность льготного кредитования гораздо выше. Так, на 1 рубль бюджетных средств было привлечено 20 рублей по инвест-кредитам и 31 рубль по льготным краткосрочным кредитам. При этом, например, субсидия капекс была менее эффективной. На 1 рубль привлечено всего 8 рублей инвестора. Капексы составляли 20 процентов затрат для плодохранилищ, овощехранилищ, молочных ферм, убойных пунктов, а также оптово-распределительных центров. То есть 20 процентов от затрат аграрий мог компенсировать. Если вы занимаетесь таким строительством, то знайте, что у вас осталось всего полтора года, чтобы получить субсидию, иначе ее просто отменят. Кроме того, еще одно изменение грядет в программе поддержки начинающих фермеров. Грант «Начинающий фермер» будет отменен повсеместно, поскольку Минсельхоз России считает, что он дублирует другую программу поддержки фермеров – гранты «Агростартап», позволяющие получить до 3 миллионов рублей на начало, на открытие своего дела. Интересную новость на этой неделе выдал Россельхознадзор. Ведомство заявило, что благодаря системе «Меркурий» за 8 месяцев текущего года, с января по август, ему удалось выявить 1900 несуществующих предприятий, которые при этом производили продукцию и поставляли ее на прилавок. Наибольшее количество фантомных производителей было зафиксировано в сфере молочной промышленности, 490 несуществующих молзаводов, а также в мясной 318 и рыбной 118 промышленности. Глава ведомства Сергей Данктверд объяснил, что чаще всего фантомные предприятия удается обнаружить благодаря несоответствию количества сырья и количеству выпущенной готовой продукции. Например, один молзавод умедрялся производить из 10 литров молока 10 тонн сыра. Вот такие данные дает Россельхознадзор. На фоне впечатляющих успехов «Меркурия», который отлично справляется с фальсификатом, остается непонятным, почему же правительство России продолжает настаивать на внедрении маркировки молочных продуктов. На этой неделе Владимир Путин, президент нашей страны, проводил совещание с различными ведомствами как раз по вопросу маркировки. Глава Минпромторга Денис Монтуров говорил об обуви, о пиве, но как-то обошел стороной вопрос о маркировке молока, сметаны, кефира и прочих продуктов. Уже после совещания, когда его об этом спросили в эфире телеканала «Россия-24», Денис Монтуров заявил, что население страны даже не заметит внедрения маркировки, поскольку цена на эту продукцию молочную повысится всего на 1,8%. И затраты молзаводов будут не слишком большими, гораздо больше на стоимость конечной продукции влияет инфляция, чем вот эта маркировка. Впрочем, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов сказал, что почти 2% это все равно много для молочной продукции. Задуматься стоит о том, что спрос будет перераспределен. Люди сделают выбор в пользу более дешевой и возможно менее качественной молочной или даже молокосодержащей продукции. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, что вас волнует. Ну и желаем всем, конечно, отличного сева, хороших всходов. Всего доброго!